Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. С вами Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года только в Минске на пожары ИЧС спасатели совершили уже около 2300 выездов. На пожарах погибли 15 человек, в том числе и один ребенок. 30 человек, из них двое детей пострадали. Из опасных зон работниками МЧС были эвакуированы и спасены более 1840 человек. Подробнее о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник рано утром после столкновения легкового автомобиля Дорж Стратус 2004 года выпуска с мачты уличного освещения помощь спасателей понадобилась водителю. ДТП случилось на 28-м километре внешнего кольца МКАД. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали зажатого в салоне автомобиля 27-летнего парня и передали его врачам. С сочетанной травмой он был доставлен в больницу. В пятницу по причине короткого замыкания электропроводки горел Ford Galaxy 98-го года выпуска. Сообщение о загорании автомобиля, припаркованного на улице Рафиева, в службу 101 поступило около 5 часов утра. Огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля. В результате ЧП погорели также и пластиковые элементы кузова, стоящего рядом Volvo 97-го года выпуска. МЧС призывает всех автовладельцев своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать свои машины. И делать это только на лицензированных СТО. Минск чрезвычайный. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. Вот такой спокойной на серьезное ЧП выдалась для спасателей ушедшая неделя. В конце хотелось бы напомнить, что на дворе конец сентября, а значит первое заморозки уже не за горами. В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора. Причем словосочетание «горячая пора» приобретает буквальный смысл. Многолетняя практика показывает, что начинается сезон пожара в частном секторе. И подавляющее большинство загораний происходит из-за неисправного печного оборудования либо нарушений правил эксплуатации электрообогревателей. Чтобы не стать погорельцем, подготовьтесь к сезону заранее. Как говорится, готовься, а не зимой, а телегу летом. Вот только многие эту народную мудрость игнорируют. Ведь за весенне-летний период лишь единицы находят время провести свои печи в порядок. Статистика показывает, что в 90% случаев красный петух клюет именно безответственных хозяев, отказывающихся понимать, что печь необходимо готовить заранее. МЧС советует жителям уже сейчас обратить внимание на эти проблемы и в преддверии холодов проверить исправность печи и дымохода, устранив недостатки. Вычистите сажу, заделайте трещины специальным известковым раствором и побелите дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их, тем самым предотвратив трагедию. Перед дверцей печи на полу прибейте металлический притопочный лист, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей. Минск чрезвычайный. Как показывает статистика, больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. К сожалению, они не всегда могут отремонтировать печное оборудование. А позаботиться о них могут лишь их дети, которые не всегда находят на это время. Позаботьтесь о безопасности ваших родителей. Приведите родительский дом в пожаробезопасное состояние. Ведь отремонтировать ту же печь гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара. Что же касается электронагревательных приборов, чтобы избежать беды, не оставляйте их без присмотра. Периодически очищайте устройство от пыли, не сушите на нем вещи. Не используйте самодельные приборы и самостоятельно не ремонтируйте неисправные. Доверьте дело специалистам. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак поломки прибора или перегрузки сети. Пускай электронагревательное устройство приносит в ваш дом только радость и тепло. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.